Ну вот, мы тут собрались с моим другом Павелом посмотреть, есть ли в Вильнюсе такие здания, которые своим первым этажом уходят под землю. И пройдемся по городу, посмотрим, что у нас тут есть. Да, точнее, те здания, которые были затоплены во время потопа. Ну вот, видим тут здание, значит, сверху орнаменты, окон и всего получается более насыщенные, чем видим снизу. Чем ниже этаж опускается, тем меньше декораций сделано. Или это уничтожены были эти декорации, или просто сам архитектор не доделывал. Сейчас попробуем крупным планом показать. Так, вот здесь видим тоже первый этаж сделан. Засыпан уже под землей. Здесь должны были быть окна, но эти окна стилизованы под непонятно что. под фундамент. Да, и видно, заготовка есть для начала орнамента, и потом уже там идет сверху намного больше. Намного красивее, чем снизу. Да, да, наделано. Вот. Это на улице находится... Стульгинске. Стульгинске. Литва, Вильнюс. Литва, Вильнюс. Смотрим дальше. Ну и вот, видим первый этаж. Тут видно еще домровано эти окна. Уже видно, что закончено над землей, чтобы песок туда не попадал. Ремонт сделан начальный. Попробуем еще найти дома где-нибудь дальше от главной улицы, где еще не заделаны такие места. Вот здесь, видно, использовали первый этаж для ресторана вегетарианского. Так, тут уже вот внизу. Кстати, можем потом зайти. Вовнутрь зайдем и внутренний рейд заснимем. Вот, видно, как низко можно сидеть. Вон там вегетарианцы кушают. Вот, вход вниз выходит, получается. Вон там мы видим окно, которое реально заходит вниз и неспорядковано, не застроено парапетом, как есть. А чуть-чуть, чуть-чуть левее, вот видно замурованное окно первого этажа. Да, замурованное. Уже сделан как бы ремонт. Тут тоже, видим, тоже засыпан тоже чем-то, заклеено уже и замурован как фундамент. Вот, видим это же самое окно. И как тоже мы видели в видео, что какой смысл делать окно, которое будет входить в землю чуть ли не на полтора метра. И с этого еще делать окно. Тут еще, вон видно, подвал у нас есть. Там тоже вот еще одно окно. Тут уже она тоже спорядкована. Вот, и видно, что здесь можно попасть в подвал. Там еще есть целый нормальный этаж. Так, вот здание рядом. Тут видно уже спорядкованные окна, подогнанные под фундамент. А тут видно окно, какое было изначально. Дома, кстати, рядом стоят. А здесь уже сделан вариант адаптированный к современному. Вот, видно сейчас свежее. Вот. Видим, что даже в новых домах, тут такой более новой стройки, и то получается, что просчитались со входом, на полметра его в землю утопили. То здесь как бы минимум полметра насыпано свежего песка. Здесь тоже мы видим старый дом. Кстати, в этом доме, что только что мы смотрели, вот видно еще окно, оставшись неиспорядкованно. Так называемый первый этаж. Здесь. И дальше отойди, чтобы более крупный план. Вот. Это этот же дом, только сбоку. Вот он такой. Идет верхний этаж, первый. И еще такой же этаж, под низом. Так это, смотря если по окну, так это метра два еще точно внизу есть, должно быть этого окна. и тут как бы два метра под нами шла настоящая улица и фундамент этого дома. Так, вот. Этого же тоже дома. Следующая часть. Вон тоже видим внизу те же окна. Те же окна, как бы. Получается, что архитектор такой слабенький был, что он взял, понадел окон туда, куда будет влезать песок. Вот. А здесь мы можем видеть глубину еще. Насколько, чтобы надо войти на первый этаж этого дома. Это целых два метра получается тут. Вот. Тут вообще замуровали. Типа. Как следует, архитектор нарисовал окон и не подумал, что их засыпет два метра. Вот тоже видим такого же типа здания. и тоже видим внизу там есть окна до половины засыпаны. В принципе, как и везде. Мы просто будем сейчас показывать, где они есть. И что интересно, эти дома у них красивые узоры сделаны, всякие лица. Вот тут лица, лица какого-то льва видно или кого-то. Видишь вон там, Павел? Чье там лицо? Не скажу. Какое-то лицо сделано. Какие-то вот еще видно. Сейчас попробуем. Поближе может подойти. Так, вот видим узор. Тут всадник на коне с опущенной головой, со щитом круглым. Без доспехов. Получается, что он как бы голый. Вот здесь выше видим тоже какие-то фрески сделаны, каких-то там сцен, что там что-то делается. Вот. И вот смотрите, окно. Еще до окна где-то сантиметров 40 получается. И внизу только получается полноценное окно. Вот. Это окно. Это воже здание с узорами. Вот. Еще один целый этаж спрятан потолще. Но тут даже, тут даже, не знаю, больше, чем два с половиной метра. Три метра даже получается. Три метра где-то глубина. О. Тут почти вот эта улица в общем так выглядит. С другой стороны уже на дома новые постройки. А здесь более старые. Улица эта у нас какая будет? Сейчас посмотрим название улицы. Так, где-то тут у нас название. Вот. Литовские девушки тоже отходят нормальные такие. Вот. Сами с собой разговаривают она все. Вот. Балкон еще красиво тоже сделал. Тут уже как бы новый построй. Получается по новым технологиям. Что первого этажа здесь мы не видим. или он заделан был. Но смотря по входу тут специально был делан уже подъезд потому что выше мы уже видим для окон другие совсем переходы идут. Вот. Вся архитектура сделана с кирпича с кирпича она кирпич кирпич красиво наломан наточен кирпич постаравшись тут люди кто-то делал боковая часть этого же здания видим тоже окна типа так вставлены кстати вот в окно видно что-то тут тоже еще фундамент вот ну и здесь тоже окна на первом этаже входы вот там живут люди даже видно кошка подвальный этаж как говорится а вот здесь окно уже замурован и здесь вот видим замуровали кирпич уже даже отличается от этого желтого это более поздняя была замуровка чтобы не попадал песок на эти двери этот дом минимум на полметра засыплен но там мы видели с другой стороны что окна где-то 3 2,5 метра под землей здесь вот складики тоже видно красиво сделаны с такими вот вентиляцией тут неясно какой год постройки но тоже под дверям видно что что давно строились вот вот видно еще какие-то дырки похоже что-то очень сильного сюда было ударивше может какой снаряд или что и видно что не заделана осталась дырка что так хорошо и кирпичи разорвавшие все но стены настолько крепкие что даже трещины не дали так улица эти дома где мы смотрели поменка льня вот видно поменка льня один вот этот дом стоит вон там и поднимается поднимается уровень земли да что дом этот был построен раньше чем его засыпали как бы тут больше сыпануло там меньше сыпануло и там осталось тоже дома старой постройки вон наверху видим даже какие-то какие-то ангелы типа или что там типа дети вот видно дети потом типа рыцарский шлем который часто встречается с рогами этого кого там рога оленя кстати да с рогами оленя и получается что украшение вот рогами олены шлем и такой непонятный корпус те же окна тут тут уже спорядкованы до конца красиво сначала было видно сделана решетка чтоб никто не лазил а сейчас уже даже их красиво замуровали а решетку решили не выбирать вот вход тоже вот еще старое дерево сверху оставшись ну вот видим с этого ракурса что здание на углу начало ее видно с левой стороны еще меньше засыпано а уже поднимаясь под горку как бы получается что она утопает в горке так это делает такой что вывод что здание было построено до этого как это появилась горка на ровном месте было построено да здание было на ровном месте а горка эта походу у нас тоже старая потому что все дома построены давно уже на этой горке и называется она тоже давно упоминается в наших историях и получается что эти дома еще были до этого как эта горка создалась насыпалась точнее или как-то ну короче сотворилась а как она строилась мы уже этого не знаем но видим по зданию что если бы архитектор его строил бы когда была горка он бы красиво фундамент поднимал бы так чтобы они не утопали в нем окна красиво бы делал чтобы это было восходящее как все со все нормальные здания сделаны или скопал бы к часть горки как мы видим здесь уже здание тоже старое но ему лет 50 60 а может 100 но тут уже видно скопана горка была в горку никто не утопал здание не топил вот эти таски девушки тоже а вот двери тоже деланы 4 метра высота 4 метра примерно дверей делали для людишек которые раньше были еще меньше ростом по метр семьдесят средний рост был так это как бы на спине можно было встать друг другу идти в эти двери а вот видим еще тут у нас сущий бар и там видно внизу еще есть много места что хватает сделать кафе вон дальше раскопана первый этаж частично да вот тут еще окна эти которые были закопаны а вот тут уже видим раскопанная примерно чуть-чуть снято уже земли и видно еще что окна по величине еще не такие как здесь чуть-чуть поменьше еще что еще замуровано ну его сам магазин видно там еще вниз идет тоже хороших два три метра до самого земли так это получается ну короче смело можно сказать что два с половиной метра земли и грунта засыпано здесь у нас два с половиной метра есть это дом как бы по документах они строишь из 1800 году плюс-минус то за 200 лет сюда насыпала два с половиной метра грунта это может конечно после второй мировой но как бы надо смотреть но все равно города расчищали как бы и нету смысла оставлять целый этаж под этим если сделать уже чистка собираются разбитые эти осколки нету смысла после войны оставляется два с половиной метра засыпанный дом и уничтожать целый этаж для жил площади которые тогда все так нуждались вот тут видно сразу первое здание что мы видим это новое здание вот а сейчас мы подойдем где утопил утонувшее здание которое видно что уже не первое столетие она здесь стоит так ты женщина с парковочка тяжелой вот видно насколько закопано на здание вот кстати мы сейчас будет будем свидетелями сколько здание закопано и здесь вот мы видим только два этажа выстает а если мы идем дальше мы видим же продолжение этого же здания третий этаж который спрятан у нас под землей ну да конечно можно списать это на вторую мировую что здесь так вот было закопано и сделали проще горку чем раскопать этот фундамент и вот мы видим как красиво опускается вниз вниз и появляется у нас плавненько вот тут типа двухэтажное здание были делавшие но нет получается та же самая схема видите сверху больше декорации украшения вокруг этого окна а здесь чем дальше тем ниже идет а первый этаж вообще без украшений вот те же самые четырехметровые двери которые мы видели только здесь от них осталось уже не четыре метра здесь три его здание дальше увеличивается это вся горка получается искусственно закопано она красиво красиво вот увеличивается и обретает опять же вот те же самые здания только они уже здесь идут повыше уже четыре этажа появляется и там вот видим опять же герб какой-то эти гербы надо смотреть дрона чтобы поближе можно было рассмотреть может быть будет если будет кому интересно с дрона подлететь и сфотографировать эти гербы тоже рыцарская голова видно щит какие-то крылья тоже с такими ленточками и там получается вроде в руке держит шпагу какой-то рыцарь бы могла заехать с лошадь с повозкой загруженный вот попробуем внутрь зайти может нас никто не прогонит вот те же двери для маленьких людей очень кстати когда было раньше мало денег строили такие двери окна которые даже сейчас подумал бы три раза стоит ли ставить 4 метровое окно в своем доме даже с финансовой стороны даже с теплоты стороны если посмотреть выгодно ли было вот человеку в 1800 году обогревать такие вот двери вот такие двери вот уже понятно на деревнях такие были наших прабабушек прадедушек вот вот видят то чуть-чуть завалено вот здесь уже самые старенькие двери тут есть камни тут уже так тут тоже вариант построили двухэтажное здание копали землю ходит до на полметра под землю ходят ограничение было ворота уже там сделали четырехметровые ворота а здесь только даже но два метра еле-еле два метра на вот павел встань сколько на можно сказать что 205 это так вот тоже самое типа тут тоже засыпано здесь вообще один этаж сделали как бы нафига на больше но мы видим конечно же окно то осталось еще как бы сделаем и вентиляцию в подвал сейчас 1800 год на дворе или 1900 и даже сделаем подвальчик еще трехметровыми потолками уходит вниз вот а тут просто дом этот уходит вниз и нам нарисовывается вот этот фундамент который засыпан идет и здесь также в этом фундаменте есть еще эти же три метровые окна которые которые запрятаны здесь вот вот тут уже старенькие домики вот эти же окна и вот сколько видно закопано это же здание там видно вот под горой кучку идет и те же три метра тут откопали вот этот песок что был засыпан вот видно даже такое опора для фундамента сделано тут уже вообще разваливается вот как всегда литовские девушки как как песен драздов есть там эти все бабы и бабы и вами и вот видно еще над воротами интересный момент какая-то вот типа еще чердак вот просто получается что там было или походу это окно было на как-то даже получается что два раза строили тут типа устраивали было окно и потом решили влепить арку сюда и что чем они подпёрли здесь а тут уже рельсами подпёрли это значит после войны уже были это делали что металлические рельсы стоят для опоры вот окно видно еще здесь в этой же арке который высота где-то пять метров есть еще окно которое спрятано и еще под землю ходит на метра два как и всегда мы встречаем этот же слой два метровый два с половиной под землей вот девушки опять ходят вот опять же улица здесь у нас какая идет сейчас знаем улицу ну вот видим те же окна красиво вот эти окна улит из стокус гутявича с 9 вот старинные фотографии показывают что люди бухали и будут бухать вот работали тяжело и бухали больше нет ничего никаких занятий не было это уже другая история вот те же окна тоже они тут вот на уровне лица окна тоже и выходим на главную площадь кафедрально вильнюса как бы здесь стояла еще до этой кафедры по легендам по это славянская цветыня по-литовски погонишка здесь еще как бы молились славянским богам на этом месте потом пришли крестоносцы принесли нам свободу вырезали 70 процентов населения которое было не хотела верить в их религию и потом уже мы поверили в еврейского бога христа и тут покатило уже но это уже другая тема откуда подъем ну вот видим катедру или раскопали или не засыпало хоть мы видели еще была реновация тротуара и там были раскопаны тоже фундаменты домов которые три метра под землей были возле кафедры сейчас уже там закопали все и вот тут идет уже если смотреть направо горочка вверх-вверх и там уже видели здание темы где мы ходили где закопанные окна были где закопаны окна к тем же зданиям вот здесь русские туристы и все остальные приезжают смотрят на город вильнюс под красивый тентом можно покататься то 9 евро такое счастье вот наша кафедральная площадь еще раз вот видим другой ракурс здание красивое каком году построена я не знаю чаду подойдем к ней поближе посмотрим как ее там есть ли у нее эти этажи подземельные или нет кстати 6 колонн как и в целом мире до 6 колонн в катедре случайно получается как и во всем мире того же типа и того же века строения здания вот просто архитекторы было в тренде 6 колонн после 4 плохо думать держали бы не 7 колонн не кто все красиво не вне число не 8 а 6 вот сейчас посмотрим в котором году ее построили вот здесь улица гидамина который мы пойдем чуть позже и костюльные тут какие-то песни еще сыграют вот мы сейчас идем тоже гидамина проспект европа снова но в отеле здесь отель если ориентир на в отель на гидамина проспекте вот люди просто так строили башеньки на домах с какими-то металлическими антеннами или типа на как похоже крест какой-то двойной крест еще с кругу с кругом вокруг типа может грамма отводник или что вот полтора метра ростом вот виден наверху статуя сейчас мы подойдем поближе вот девушки вильняске тоже красиво вот статуя значит у нас георгий победоносец убивает рептилию и его одевший наверх корону с крестом католическим вот и он стоит вот гидамина на гидамина проспекте и видно что вы здесь видно что тоже здание все красиво и первая сторона сделаем первый этаж и как всегда оставил оставляю желать лучшего но последняя тоже очень красивая архитектура и это сейчас мы поближе сделаем они это уже самый близкий режим вон этот памятник вот балкончики все красиво сделано балкон с выходом окно уже такое нормально тоже пяти метровые видно люстра в середине там красивые вот красиво очень сделано здесь вот католической воде когда истерф играет харе кришна песенки это самая веселая религия и вот сидит девушка которая поет а мы думали что это с костела доносятся вот напшиков с духами продают книжками вот и человек пробует найти себя он идет всякие конфессии религиозные надоело быть в католической пошел в христа там поешь песни до той поры пока тебя не в горле не сострянут когда уже застрянут и поймешь что ты как бы есть все это мироздание и тогда заканчивается все хари кришна детскую пляску начинаешь просто жить и наслаждаться моментом здесь и сейчас и делать все что тебе только захочется попробуй зайти внутрь наше великое строение посмотреть может найдем год строения и кто построил которые строили простые люди для бога да боженька сказал вот какой толщины колонна подойди павел а во люди видно тоже вот вот это если взять павла так вон сколько тут вот такая колонна получается это боженька попросил построить эту катету для того чтобы туристы ходили сюда и деньги с нас и носили на это все посмотрим что тут здесь тихо надо разговаривать здесь типа дом божий крышный дом на улице здесь уже деду с христу живет вот тут уже наделавши архитектурой как говорится максимальный пакет заказавши архитектора очень красиво сделано аж как-то начинаешь верить бога видишь такие большие снаряжение сейчас увидим кирпич с которого строили тут видно там есть еще подземелье а вот видно кирпич вот он по толщине по толщине кирпич больше чем домов до крупнее летом это кажется визуально как то получается что кирпич здесь клуб не крупнее заказываем был где-то отдельно потому что все здания что мы смотрели там кирпич был более мелкий 10 мой более длинны вот видим на нем тоже что он обгоревший был тут получается что даже может это бы уж на кирпич получается если он обгоревший вот на вот видно еще глубина здесь еще в землю хватит метра три тоже как минимум вот тут есть еще экскурсии там там типа стоят гробы умерших сензов и всех кто тут заслужил а вот и жители коренного вильнеца тех кто строили эти дома внизу видно человек который который строил и видно тот кто пользовался этими подворотнями встанет тут тоже возле скульптуры вот видно как мы видели пятиметровые арки вот это дядька очень вписывается сюда в эти арки даже ему было бы слишком тесновато но интересная очень картина не картина скульптура дает вот тут хлеба кусочек за то что барки строил большие и тесные вот завязанными глазами поменьше человека да поменьше человека вот у меня завязанные глаза по ботинкам видно что он бедный одетый а этот большой человек вообще без ботинок в каком-то халате вот кстати похожие черепа находили и размер человека как раз примерно таком описание подлежит это так говорили что пятиметровые люди были так вот мы метр девяносто ростом то тут получается два с половиной раньше выше нас это примерно такое получается вот далеко идти не надо все под носом вот а здесь уже видно короли которых уже назначали сверху и вот они какие маленькие получается вот тут они умирали и рожались целая Санта-Барбара была тоже очень много всяких знаков вот и все короли уже у нас маленького роста вот а здесь написано для Казимера 500 метр любилей тут как бы ничего общего с тем что мы ищем мы ищем в котором году было построено вон написано 1397 это еще вот тут пока еще не нашли в котором году устроено посмотрим может гугли там вот вот тут щеки о тоже двери кстати здесь первый раз мы видим двери которые реально подходят вот этому чуваку который там сидит и для него эти двери пропорционально были бы удобно заходить вот если тот чувак бы встал и пришел бы сюда это была бы такая же пропорция как между мной и простыми дверями которые есть у меня дома вот здесь тоже вот его проход там окно только если такие чуваки были такого роста возникает вопрос вот тут сердце Христа нарисовано возникает вопрос почему они строили такие маленькие помещения потому что здесь если такого размера заходить людям то сколько бы тут влезло человек 100 каких максимум ну хотя на небольшую святыню хватает вот так и не нашли мы в котором году построено это все можно загуглить просто мы тут как бы коренные жители вильнюса даже не знаем как эта катедра построена вот звери тоже для этих чувачков которые там а вот кстати тоже случайно вот видим размеры льва и этих людей которым эти дома и были строены походу вот опять же видим эти люди леуди большие и внизу какой-то типа ангел но он уже меньше роста вот еще один просто человек да вот они если даже они один к одному сделавшие то кто здесь был так как бы в двери и окна они сюда тогда нормально вписываются еще с другой стороны есть скульптуры подойдем стой а вроде здесь пройти даже можно ну вот видим а тут уже те которые потом пользователи этого храма видно что вот размеры это как настоящий человек а вот звери настоящему человеку сделаны чтоб пролез вот а вот окна для настоящих тех кто строили по их размерам это нормальное окно как и для нас идет двойное вот ну вот и мы сейчас зайдем в Ратхаране откуда и начинали тут типа вегетариатский ресторан вкусно очень делают и побудем под землей сколько вот делали реально землю сколько тут получается ну вот мы быстренько пробежались по Вильнюсу и нашли вот такие интересные места это мы ничего не подготавливались просто так примерно на глаз не помнили так вот и сейчас закончили в этом же ресторане где и откуда и начинали вот что мы заметили что у нас то же самое что и в других городах которые стали имеют старые постройки и не знаю может кому то этот материал пригодится можете спокойно пользоваться своих видео если не трудно оставьте тоже ссылку на на источник на наш канал и просто не знаю мы передаем информацию дальше кто уже компетентен знает что как там есть может объяснить воспользоваться нашим видео показать мы что хотели показать что в Вильнюсе то же самое и это и постройки тоже здесь 6 колоннов есть и это как бы не является таким что одна интересация жила это во всех этих местах и эти люди тоже высокого роста даже как я удивился у нас есть на катетре как бы как бы легенды мифы про них есть а вот пожалуйста вам с гипса вылет и эти тоже люди не знаю кого они там обозначают мифология не знаю но факт есть факт перед носом стоит а уже там решать каждому самому как там есть все вот спасибо кто смотрел жду комментарии в каких-нибудь серии интересных тоже ссылок сам с удовольствием посмотрю что у вас в городах и поделюсь информацией с вами и также жду информации от вас всем пока